Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Забиров. Так или иначе, я занимаюсь темой сообществ не очень давно, с 1998 года. Сам состою в сообществах чуть пораньше. И сегодняшняя тема, моя работа с сообществами, сначала требует некоторого понятия и тех рамок, в которых мы размышляем о сообществе. Не претендую на академическую полноту. Ну, вообще, как бы ни на что академическое пока не претендую. Это есть некая сборка, во-первых, опыта, во-вторых, размышлений, и, в-третьих, той работы, которую мы так или иначе проделывали с сообществами. Преимущественно мы работали в... Ну, я сам родом из Казани, мы работали в Татарстане, но потом у нас, в принципе, были проекты. Мы по Поволжью и по... Ну, в разных точках России у нас какие-то иногда очень неожиданные места заносило. Итак, что не будет? Не будет СММ. То есть сообщество точно не... Не то сообщество, что... Про которое сейчас проводят вебинары и мастер-классы. Про удержание, про воронку, про лиды. Нет. Не про то, как вовлечь, привлечь, привязать людей и, как бы, да, накидать тысячу человек под... И точно не волшебная таблетка. Та работа, про которую я говорю, это скорее история ошибок, чем история успехов. Но из камней, которые в нас кидают, о которых мы спотыкаемся, можно что-нибудь построить. Вот что будет. Точно верю. И сначала хочется верой поделиться, что... И согласен здесь с Маргарет Митт, американский антрополог, философ, что, собственно говоря, мир меняется только небольшой группой думающих, преданных своему делу людей. И это для меня здесь такой предмет веры. Буду исходить дальше из него. Очень много сейчас идет дискуссий, а что такое сообщество, что мы можем называть сообществом, что мы не можем называть сообществом, где границы и так далее. здесь хотелось бы опереться на опыт и на те наработки, которые сделали учителя. Это и Андрей Волков из школы Сколково, и до него, собственно говоря, родначальник этой традиции Георгий Щедровицкий. И да, когда мы думаем про сообщество, совсем крупно-блочно, мы выделяем или разделяем для себя под мы, я говорю сейчас, я и моя команда, мои единомышленники, с которыми мы работаем. Четыре вида или четыре типа совместной жизни и работы, и деятельности людей. Это стая или структура выживания. То есть группа людей, поставленная или находящаяся в таких условиях, что не до высших, что называется, уровней пирамиды Маслова, лишь бы выжить. Неважно, насколько это представление действительное или сформированное, но эта общность действует вот в таком каноне, в таком залоге. Второе. Коллектив или структура организации. Когда для выполнения некой сложной задачи, требующей разделения труда, требующей определенного соотношения между разной работой разных людей, определенной иерархией, мы собираемся в коллектив. Третий. Клуб сообщества. Пока не делю, потом разделю, если понадобится. Это структура совместного бытия. Что самое важное для меня в сообществе? То, что эти люди так или иначе имеют общее пространство для жизни, для бытия. Ни работы, ни существования. Это пространство, в котором проходит нечто для них важное. Первое. Второе. Они себя ощущают и полагают в этот момент живыми. Вот я есть, я здесь. И третье. Совместное бытие или событие. Здесь тоже является очень важной точкой, на которой живет сообщество. Чуть попозже про это расскажу. И команда. Или структура достижения. Это совершенно точно во многом совпадающее с сообществом. Тоже в значительной степени эти люди собраны в точку, эти люди разделяют единые ценности, единый подход. Но у них точно совершенно есть некое представление о том, чего следует достичь. И команда, у нее в этом смысле, во-первых, более управляемый жизненный цикл, во-вторых, более предметны способы с ней работы и ее собственное существование. Самое простое упражнение из стаи коллектива клуба, сообщества и команды. Как вы думаете, вот этих веселых ребят мы к чему можем отнести? Друзья, группа людей, объединенная чем-то общим, может существовать в разных режимах. Тот же Гарри Поттер вполне себе собирался в команду в определенные моменты сюжета, когда им надо было достичь совершенно определенных целей, определенных в очень сложных ситуациях. На ровном месте жизни, как они здесь изображены, да, скорее сообщество. Да, некая такая, так сказать, кучка школьных фриков. Не очень популярных мальчиков и девочек, которые объединились вместе и двигались. То же самое и как бы может быть, когда эти славные парни снимают свои белые ведра, там под ними оказываются любящие отцы, коллекционеры галактических марок и так далее. Они вполне себе образуют сообщество. Мы не знаем. В этом смысле, что мне здесь важно сказать на этих смешных картинках, что группа людей может, одна и та же причем, может существовать в разных режимах. И в этом смысле первый ответ, что такое сообщество. Сообщество — определенный режим, как и все прочие. И мы с вами вполне себе культурные, уважающие друг друга люди с гуманистическими идеалами. Если вдруг сейчас нападут инопланетяне, загорится сигнал 3, загорится здание, мы ринемся все к выходу, и можем на какое-то время принять некоторые свойства стаи, если потеряем голову. Да, первое соображение, что такое сообщество — определенный режим. Сейчас попробую чуть дальше развернуть, какой. Итак, если совсем суконным языком. Когда нам приходилось объяснять, кто мы такие разного рода людям, находящимся так или иначе снаружи сообщества. Есть опыт работы и существования в ролевом сообществе, сообществе людей, которые увлекаются живыми ролевыми играми и разного рода профессиональных сообществ. И пришлось какой-то язык вырабатывать. Поэтому это прямо вот самая суконочка. Вот максимально рубленными словами. Высокосвязанная группа людей, разделяющих общий интерес и принимающих участие в неформальном принятии решений. Здесь все три слова, которые есть в этом определении, для нас лично очень важны. Высокосвязанная означает, что значит высокосвязанная? Как мы меряем эту высокую, низкую? Я надеюсь, что Гелена в своем докладе как-то в метриках сообщества к этому обратится. Но здесь что для нас самое важное? Более высокосвязанная, чем разного рода другие связи, которые у нас есть социальные наши, профессиональные и прочее. Мы в значительной степени сообщества сообщены друг с другом. Сообщены. У нас много постоянных, устойчивых, как Юля в самом начале сказала, осмысленных, то есть тех, в которых мы находим смысл контактов и связей друг с другом. Второе. Общий интерес. В принципе, на самом-то деле, строго говоря, надо было назвать выступление не понятие сообщества, а понятие интереса, потому что именно мой второй ответ, что такое сообщество. Сообщество — это интерес. Как ключевой гвоздь, на который дальше наматываются, так сказать, или вокруг которого сплетаются социальные связи. Я как раз про интерес потом с вашего разрешения разверну. И третье. Принимающий участие в неформальном принятии решения. Здесь у меня для вас вопрос. Как вы думаете, действительно ли необходимо? Может, ну, и отрезать эту часть? Она, ну, видите, сколько лишних слов занимает. На ваш взгляд, есть ли смысл в этом самом развлечении, что принятие решений должно быть неформальным? Вообще, что принятие решений — это важно в некой социальной группе. И второе, что это принятие решений непременно должно быть неформальным. Очень было бы мне здесь интересно любые ваши реплики или соображения на эту тему услышать. Минуты две у нас на это есть. Прошу. А вы разделяете слово неформализованное или неформальное? Пока нет. Ну, стой. Как это? Как говорил Иполит Матвеевич Воробьянинов, с точки зрения науки, которую я сейчас представляю. Нет, сейчас не разделяю. Просто если говорить, просто часто говорится, неформальное — это как бы такие более эмоциональные, а неформализованные, но не еще какого-то бумажного как бы... Хорошо, тогда второе. Да, это был вопрос, это было не суждение. Да, есть ли суждение? Да, пожалуйста. Я считаю, что нужно в первую очередь иметь договариваться внутри сообщества, друг с другом, между собой, а не записаться на бумажки и сибирографическое. Да, то, что Юля сказала вначале, да, видимо, люди, а не организации, да, как один из девизов того же НТИ. Спасибо, да, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, принятие решений раньше включала конвенция, а вот как Настя сейчас получала договариваться между собой, все равноположные вещи? Потому что если нет, тогда начинаем с вопроса, если да, то нет, то нет. Скорее, скорее да. Да, здесь в этом смысле есть некоторый набор договоренностей, фиксированных или не фиксированных, и принимать участие, и нет запрета, или, так сказать, или наоборот, есть необходимость на совместное принятие решений всем или значительным составом сообщества. Конвенция это оговаривает. Конвенция есть, да, это самая договоренность. Все, крайние, да, прошу. Формальное понятие решение должно быть, когда мы объединяем сообщество, у нас есть какая-то цель сообщества, и чтобы эту цель начали определить, а потом ее достигнуть, мы должны договариваться между собой, то есть у нас идет неформальное понятие решение. Угу. Спасибо. И здесь, смотрите, спасибо большое, мне кажется, стало понятнее, есть некоторая разница подходов или разница ценностей. Если мы начинаем с договоренностей, надо, ну как бы, не сделать ли нам сообщество, давайте-ка сядем и договоримся, или, вернее сказать, подоговариваемся. Я знаю несколько не очень удачных кейсов, когда люди договаривались, потом они начинали договариваться о том, как им договориться, потом они начали договариваться о том, что такое понятие договоренности, и да, секунду, моя здесь, как бы, моя позиция, что если мы начинаем с интереса, который мы разделяем, у нас появляется предмет для договоренности, необходимость для договоренности и, как бы, ну, некое пространство. Если наш интерес не зафиксирован, непонятен, и нас не ведет, не драйвит, договоренности становятся отдельным видом спорта, который нас к сообществу может и не привести. Да, Паш, и я прям, ой, Дим, да. Мне кажется, 4 действия, что-то положено, а не хватает про цели. То есть, в том плане, цели людей, которые в этом сообществе есть, они должны как-то там синхронизировать. Спасибо, да, не хватает про цели, да, услышал, Дима, да, нет, Настя, времени уже нет, к сожалению, да. Я правильно понимаю, что в замечательной статус существования сообщества вот эти процессы принятия решения не формализованы, но потом в ходе его существования они каким-то образом видимо уформализуются. Есть некоторые, ну как бы, да, это один из треков его, так сказать, движения, да. Совсем крайний, да. что здесь после неформального принятия решения еще все формируются традиции, то есть в этом плане оно может остаться как раз-таки в неформальном поле, потому что будет не, ну опять же, не будет бумажки, будет сказано, нас так принято, почему принято, потому что мы там 20 лет назад все серии поговорили. Угу, да. Я для понимания, смотрите, эти три качества являются необходимыми для того, чтобы сообщество было, ну например, недостаточными для каких-то других способов организовываться. Ну например, команды там? Да, да, да. Для команды здесь точно не хватает собственно четкого, да, во-первых, предельного представления о собственно предмете достижения. Там мы спрашиваем про цели. И цели там под которыми цели. Да. В этом смысле и отвечая на вопрос о целях. Нет, с моей точки зрения цели не являются основополагающими или сообществообразующими. Сообществообразующим является здесь понятие интерес. Давайте тоже быстро поделимся, рискую вылететь из тайминга, но все-таки давайте поделимся некоторыми нашими представлениями об интересе. Интерес это что для вас в первую очередь? Что это за такая хобби, увлечение? Спасибо. Ценности. Энергия, эмоции. Досуг. Мотивация. Спасибо. Что важно сказать или что важно проговорить про интересы. Интересы. В принципе много людей гораздо более смышленых, чем мы на этом ломали копья. В смысле я и мои коллеги или вернее сказать чем я. Хорошо. И есть представление о том, что интерес это чисто объективная штука. Ну, такое по-хорошему марксистское. У тебя есть интерес, у твоей социальной страты есть интерес, у твоей ячейки твоя задача просто его понять. Он объективен, он диктуется текущими социальными отношениями, социальным строем, уровнем развития производственных сил и так далее. Есть наоборот совершенно такое, что интерес это такое как бы каким образом моё уникальное я говорит с вселенной. Это вот никто кроме меня не зафиксирует как бы в чём собственно говоря мой интерес и моя задача не трогать микрофон и встать на звёздочку. Видите, сколько дисциплинирующих мер надо с собой совершить. Вот. И в этом смысле первое у нас такое очень просто, когда мы запутались например в своё время с определением понятия игра мы для себя очень долгое время как рабочее понятие использовали. Игра это то, во что мы играем. В этом смысле да. Вот. В этом смысле интерес первое это мой внутренний драйвер то, что меня толкает, тянет. Второе интерес это предмет вовне меня предмет вовне меня к которому собственно говоря или да к которому по поводу которого да не могу здесь их разделить. нельзя сказать, что интерес это исключительно что-то так сказать какой-то такой свет и мы как мотыльки вокруг него летаем. Также нельзя сказать, что интерес это исключительно некая внутренняя интенция беспредметная. И когда мы работаем с сообществом или когда мы сначала осознаём себя как члены сообщества а потом начинаем какие-то действия совершать по поддержанию или может быть даже развитию этого сообщества всегда вот с этой двойственной его натурой с двойственной натурой интереса мы сталкиваемся. Два режима жизни у любого сообщества есть два режима жизни так называемый потоковый когда действительно происходит тусовка общение когда так сказать мы сообщаемся да здесь базовое так сказать наше что мы делаем мы коммуницируем и пиковый когда происходит событие фестиваль остров you name it да вы скажите в этом смысле без события нету значительной части предмета общения без события нет известной части приложения наших общих усилий где мы можем там себя почувствовать тем самым единым целым который может как не знаю хорошего перевода с английского to make a difference где мы действительно можем сделать нечто да но без вот этого коммуникационного поля в котором мало что происходит мы обсасываем какие-то все старые так сказать одни и те же в общем так сказать какие-то фишки штуки с тех же событий что-то кто-то притаскивает там в информполе вкидывает тоже не получается то есть как бы про курицу и яйцо нет смысла спрашивать кто важнее кто не важнее вот два режима похоже на кардиограмму совершенно точно и тот кто выходит в деятельную позицию по поводу сообщества тот кто с ним работает эту кардиограмму должен будет выстраивать потому что если вот тут чистить то у пациента начнется тахикардия начнется дикая усталость от ну потому что это все всегда некий да некий всплеск и некое значительное вложение всего ну и соответственно если недостаточно событий то плоская линия на кардиограмме как известно ни о чем хорошем не говорит можно дальше рамки или четыре разных таких прожектора с которых мы можем на наш взгляд рассматривать сообщество про него думать и про него что-то делать рамка первая картина мира собственно здесь про ценности то что говорили да что сообщество безусловно как бы с этой точки зрения мы во-первых должны ответить на себе вопрос где те самые наши общие ценности находятся а во-вторых почему собственно говоря предмет вокруг которого сообщество собирается для нас важен да в чем его ценность а главное что это за мир такой в котором этот предмет есть потому что те же волонтерские сообщества для значительной части они говорят ну с такой с очень с болью с горечью что для большей части народа они вообще этого они живут в мире где этого нет дальше нужно вписать но и к хобби сообществам относится то же самое в моей картине мира нет того чем горят болеют так сказать вокруг чего страдают бьются и погибают энтомологи энтомологи люди собирающие насекомых я знаю что они есть но я ну как бы не могу этого понять и собственно говоря значительная часть хобби и значительная часть да и в принципе и сообщество практики тоже что мы знаем о страстях стоматологов что мы знаем об их внутренней боли и творческих подъемах подождите подождите звучит как шутка но я говорю сейчас без иронии именно они все так спасибо да второй собственно говоря интерес в данном случае как предмет да вокруг чего мы собираемся третий третий фокус фокус событий и и четвертый фокус очень смешной он называется товарищество и товарищество вот дальше потом он даже как-то в юридической практике оформилось да у нас там было товарищество на вере такой есть такая форма и так далее да но изначально товарищество одно из таких первых видов сообществ практики когда у нас был очень простой интерес как у купцов общий нам надо было всем вместе как-то добраться в мире где нет DHL и дороги мягко говоря никто не охраняет а если практически то подломит тебя с твоим товаром и дальше так сказать требовалось и Алексей конвенцию некоторую составить а как мы работаем с рисками как мы распределяемся как мы так сказать в случае успеха определяем вклад каждого из нас в это чудо предприятия да и с этой как раз вот с этой она такая самая хулиганская вот она ровно про и про организацию внутреннюю иерархию и не иерархию про принятие решения непринятия решений из этой рамки если я смотрю на сообщество я например могу сделать наглое заявление что любая социальная форма от компании до церкви так или иначе в зародыше в семечке имеет то или иное сообщество как Честертон писал да кружок рыболовов кто же знал что мой кружок рыболовов так да раскрутится да это как раз про то самое совместное 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 деятельность совместное принятие решений совместное совместное несение рисков и ответственности из этих четырех рамок разных я по разному вижу сообщество можно да они все должны быть правильно я понимаю то есть все четыре обязательные наличия нет можно смотреть с любой они равны в этом смысле но говорю я зачем я их рисую как рамки если ты ее не видишь не значит что ее нет если мне вообще по сараю как что-то делается это значит что просто у меня есть человек который на себя отберет и тихонечко делает но если человек из сообщества выпадет я с этой рамочкой столкнусь довольно быстро то же самое я могу не раздувать там про картину мира про там то-се ценности но это не значит что человек тонкое сложное организованное так сказать существо не тянется к себе подобным не ищет так сказать некого духовного родства я их здесь смотрю как рамки это четыре четыре таких кресла с которых можно пересаживаться и по-разному видеть картину интерес 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 но когда мы начинаем работать здесь мы выделили четыре главных стадии потому что когда говорится мне интересно это все время значит что-то разное и собственно говоря по стадии вовлечения человека в сообщество выделяем три первое мне интересно означает любопытство значит интересно надо какие-то смешные люди да второй объект второй так сказать второй раз мы говорим мне интересно когда мы сформируем отношения и это мне интересно означает да я готов поставить какое-то количество своего времени внимания там душевного тепла да интересно третий объект интереса деятельное вовлечение когда количество этого самого ресурса который я вкладываю значимо да я буду участвовать и четвертая стадия вовлечения это выстраивание перспективы когда я начинаю ставить гипотезы о дальнейшем движении предмета моего интереса случайно совершенно это белая колонна стала примером предмета но так ей теперь придется дальше жить когда я начинаю ставить уже не по поводу себя там я в искусстве там да цвет в рекламе или рекламу в цвете я начинаю ставить гипотезу и деятельно ее воплощать по поводу того куда должен предмет сместиться сама деятельность если у нас сообщество практики наше хобби изжило себя нам нужен новый формат транслятор там то-се пятое десятое так сказать я начинаю ставить да я начинаю ставить цели по поводу того куда весь предмет должен двинуться вот шаг развития а то все гибель и так сказать смерть так и соответственно четыре вида потерять интерес и вместе с ним человека на стадии любопытства барьер или приговор звучит как скучно я да что-то вроде бы стало интересно начал выяснять что-то ой нет понятно на стадии отношения барьер звучит как не мое ну да было прикольно ну как бы да я разузнал но вот знаете вот нет не мое на стадии деятельного увлечения барьер или приговор звучит как одна болтовня означает что я не увидел для себя какой-то траектории куда себя приложить куда так сказать и выстраивание перспективы барьер или симптом звучит как перерос ой вы знаете все детскими болезнями надо переболеть в детстве понятно что это каждый раз какие-то ну как сказать совсем отмазки но за ними стоят действительные проблемы сообщества действительные проблемы тех кто на себя берет ответственность за так сказать существование сообщества ресурсы сообщества тоже уже больше про практику но все так сказать все что я дальше говорю вытекает непосредственно из того понятия которое я вначале пытался ввести безуспешно сколько так сказать я разного рода эти обсуждения не вел опять же особенно с людьми которые ну так сообщество принимают себе так по статьям московском комсомольце все говорят ну конечно деньги вам нужны или там да мы говорим давайте поговорим о ресурсах сообщества сколько хотя для того чтобы жила высоко связанная группа людей разделяющие общий интерес участвующие в неформальном принятии решений мы насчитываем этих самых ресурсов четыре ресурс первый мнение мнение как думаете что здесь имеется ввиду что за ресурс такой почему это вдруг ресурс в сообществе или вообще не ресурс так просто написано я думаю это мнение участников о сообществе мнение участников о сообществе мнение участников о предмете информационное мнение участников о событии поскольку если вдруг так вышло что это знаете хорошо было написано про там книгу одного российского фантаста который на заре в конце 90-х впервые издался на электронной площадке за деньги и вот там был такой отзыв слушайте столько сейчас дискуссии там этично ли покупать книгу там неэтично вообще он хорошо поступил нехорошо там есть ли будущее у электронной печати там нет ли будущего но вот книга вот сама книга вот книга которую он выложил скучная в этом смысле если собственно говоря предмет вашей работы не заслуживает мнений или недостаточно так сказать вы работаете с мнением о нем то да люди могут у них будут безусловно мнение про то событие в котором они участвовали друг про друга про там про что угодно любая Санта-Барбара но собственно говоря если мнение о предмете если вы не работаете с мнением о предмете с обсуждением предмета с с мнением людей вовне сообщества о предмете то без этого ресурса вещи быстро начнут портиться то же самое когда еще говорят да вот лидер мнений выступил лидер мнений значит есть какой-то ресурс значит есть и точка его приложения значит есть если этот самый лидер мнений да так сказать это мнение сформирует то может в значительной степени повлиять на то как будут события развиваться второе репутация тот самый лидер мнений кто в сообществе скажет да я подписываюсь ребята делают хорошую вещь если никто не станет то вам самим придется стать этим парнем и заниматься уже собственной капитализацией капитализацией вернее собственной репутацией это та самая штука которая формализуется хуже всего и слава богу потому что если вдруг начинают и кучу я видел кейсов когда люди убивали на взлете сообщества вот этой самой так сказать преждевременной формализации геймификации там как хотите а давайте клеить сердечки давайте но как бы действительная репутация избегает нет избегает вот как бы что называется нашивок как говорят англичане политика делается за бильярдным столом а не за письменным вот как бы тонкая вещь про работу со стейкхолдерами про капитализацию себя про так сказать уважение к капитализации или репутации других он самый он самый это про леверидж это мера влияния на это самое неформальное принятие решений в сообществе никто никому приказать не может но влиять как бы это такая гравитационная штука человек с высокой репутацией даже не понимая этого влияет на решение принимаемое вокруг да не знаю не готов сейчас разворачивать новую дискуссию на понятии репутации мне пока важно может быть но авторитет есть некая так сказать как вам сказать для меня авторитет тоже скорее провоспринимаемый я вас воспринимаю как авторитет Денис Коричев воспринимаю как еще больше авторитет а уж Алексей Яцен просто космического масштаба авторитет а репутация в этом смысле это ресурс который я могу по крайней мере представлять и которым так сказать оперировать для меня здесь важно чтобы эта штука была ну как-то деятельна ну опять же да все помним да что репутация это вещь которую мы 20 лет создаем а в 15 минут да растрачиваем и собственно третий только это вклад который может быть как скучный вклад деньгами так и более интересные виды вкладов автобусами борзыми щенками и самое главное руками головой поскольку часто та работа которую осуществляют люди для сообщества стоит огромных денег а когда потом они ее за менее огромные деньги пытаются воспроизвести не в сообществе без драйвера внутреннего выходит какая-то шляпа потому что сердце их зовет не туда и в последнюю очередь по списку но не последнюю по значению это связи связи являются ресурсом сообщества в той мере в которой они позволяют подтаскивать новые мнения новую репутацию новый вклад и связи являются ресурсом в том виде в котором мы можем из них собирать новые конструкции позиции в которые или позиции сообщества строителей так я их криво назвал тех людей которые говорят да мне это сообщество ценно я понимаю что я работаю я готов вкладывать в то что оно жило и развивалось и собственно говоря вот это их ресурс одного из них первый к сожалению здесь как бы четких схем нет много метафор но чем богаты позиция первая позиция хранителя тот самый хранитель ценностей хранитель традиций это он говорит слушай у нас так не принято сорян извини но и задает вот эту самую такую квази нормативность она квази потому что нет нигде не отбито так сказать скрижали на камне но он точно ее как бы на себе держит он говорит да работа удержание ценности работа с новичками он же так сказать помогает новым людям освоиться войти в контексты их как бы так супервизит какое-то время очень важный очень комфортный в общении деятель пока ты в этом сообществе потому что он удерживает тот стандарт или тот образ комфортности который в этом сообществе сложен позиция вторая самый собака некомфортный человек это визионер его задача расширение границ и расширение границ предмета и расширение границ обсуждения и расширение границ собственно говоря самого сообщества это он набрасывает на вентилятор это он запускает обсуждение которое меньше чем за час взрывает просто так сказать коммуникационную площадку трое людей из нее выходит пятеро добавляются или не добавляются да он носитель собственно говоря того самого видения оно не всегда тоже формализован он не всегда понимает что он делает но он это делает и рабочий ложь сообщества деятель человек который всех обзвонит напишет информационное письмо притащит кулер не потому что ему кто-то велел потому что ну надо же чтобы люди чаю попили человек который вытаскивает организационно такие как бы тяжелые конструкции которые действительно за деньги мало какие профессионалы возьмутся просто потому что ну кто-то же должен внутри каждый из них распаковывается на там свой кортеж позиций в деятеле там разного рода так сказать организационное и про разделение труда и в том числе про иерархию вот они там все в визионере на такого тоже квази исследователя на провокатора ну и в общем внутри из них каждый свой кортеж позиций но мне важно показать что их три главных вида или три главных типа и здесь прям точно утверждаю любой конфликт в сообществе который относится к ну к предмету чтобы мы не так сказать не на коммунальной квартире чай пролитый делили или там какие-то наши другие совершенно отношения не в сообществе а именно конфликт в сообществе так или иначе носит позиционный характер да коммуницирует куда они денутся нет куда же они денутся смотри я когда работаю и полагаю сообществу как предмет своей работы но все мирное время я это он и у меня тут и коммуникации и связанности невозможно все время парить как белка-летяга над сообществом и как бы им управлять пока ты там внутри не размещен и очень много людей вылетали как пробки из сообщества ровно потому что вот эту связь теряли они начинали они начинали там так сказать да то есть получается позиция комьюнити менеджера она крайне неустойчива есть сообщество а я не знаю что такое комьюнити менеджер я знаю что такое ну как бы я знаю что есть такие должности в разных организациях и под ними имеется ввиду разные вещи я пока говорю человек из сообщества причисляющий к себя сообществу работающий над поддержанием и развитием сообщества помимо того что он находится внутри когда он начинает работать сообществом то есть выходит в ту самую условно внешнюю позицию над позицию занимает одну из них трех я же не знаю что вы там менеджерите что является предметом вашей работы если вы организуете вещи чтобы люди могли комфортно раз два три то да если вы как бы говорите что да пора давно мне и так далее да можно еще это место изнести вот на стороне вопрос администрирования процессов сопровождения для обеспечения жизнеспособности и управления в смысле изменения условий функционирования ты же вот вначале говорил про режим работы о есть еще один слайдик тогда прошу прощения чуть придется вперед капнуть на один ровный слайдик это те сообщества которые не то есть те позиции которые не входя в сообщество работают с ним может быть я кстати на комьюнити менеджера тоже отвечу может быть есть позиция держатель площадки у него есть устойчивая точка кипение горение бурление хоть что дом культуры имени товарища луначарского что угодно но у него есть площадка которая должна быть наполнена жизнью хоть ты тресни и ему да приходится вот с этими сложными взаимодействовать есть позиция владелец проблемы владелец понятно условный это человек у которого она болит и который не может с нее спрыгнуть это может быть представитель администрации который так или иначе реализует какую-нибудь масштабную государственную программу и к сожалению без длинноволосых не обойдешься он и так пробовал и сяк так сотрудников строил и этак их там выстраивал но не работает придется идти к волосатым и что-то да к сатанистам да 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 и что-то как-то через не могу через не хочу выстраивать разговор это может быть просто хороший педагог который понимает что есть вещи которых он со своими детьми не может сделать по месту и по устройству своего заведения и да тогда он пустит некоторое сообщество понятно там со всеми возможными рогатками там ограничениями но будет с ними говорить поскольку часть его проблемы может закрыть сообщество просто вот этой своей так сказать разношерстностью и увлеченностью это позиция предпринимателя вдруг каким-то чудом продукт которого может быть употреблен в контуре или наоборот контур контуром так сказать в общем есть тем о чем поговорить при этом тоже вот здесь на этой связке очень много так сказать погибает на очень простом простой и вообще на всех этих трактовках все погибает на простой трактовке сообщества например предприниматель решает что сообщество равно его целевая аудитория да это здрасте вы мой рынок привет конечно но пока да да или здравствуйте теперь вы мое как бы вы мой предмет отчетности круто конечно но да 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 оп ну и так далее и как бы есть здесь у меня вопрос собственно говоря есть ли внешние позиции которые работают с этим самым держателем ценности или хранителем не могу пока на него ответить я бы с удовольствием обсудил с вами в куларах этот кейс потому что я не очень ну в смысле я не владею таким опытом ну это ну это ну допустим есть вот у вас опять есть группы которые ведут участники острова а есть группы которые оси ведут а оси разделяет этот интерес предмет там ценность да если не разделяет то давайте договоримся что народ напитывает в какой-то форум или группу для информирования о чем-то сообществом не имеет бинго я все это время пытаюсь но не равен не равен так точно нет аж детственников ну да этот самый интересующийся тот самый который снаружи стоит такой он то что и делает что он не зритель он знаете на пороге трется но и как бы и шубу не снимет и дверь не закроет и так как бы да все так если его никто не затащит да да все так согласен согласен это еще держатель да да вот она кстати это позиция снаружи сообщества это держатель другого сообщества он точно не будет входить но точно есть о чем поговорить короче жизненных циклов во-первых есть вагон миллион всем советую конечно же Кожариновский который близок к каноническому в книге неформальной социотехники но мы собирали из короче мы собирали с точки зрения разных работ которые надо проводить на разных этапах жизни цикла поэтому немножко по-другому первая волна вторая складывание третий бурный рост и инерция первая волна на стыке и разрыве появляются люди которых не устраивает что-то их может не устраивать разные вещи их может не устраивать то что было до них но точно совершенно так сказать некая некий пассионарный заряд тут очень важен второй призыв в любой форме зачем-то им надо будет собрать вокруг себя людей но не за тем чтобы отчитаться им им надо будет что-то вместе либо обсудить либо сделать в этом смысле это как раз не тот самый призыв который про как нам затащить тысячу человек в наше сообщество ответ никак потому что вам не надо а если вам надо вы знаете зачем третий образы основателей хотим не хотим но вот те самые так сказать первооснователи станут архетипическими мифическими фигурами очень многое будет в сообществе мериться ими очень многое в сообществе будет они будут ну как бы шейпить прям самими собой и не всегда это хорошие примеры да спасибо и формат коммуникации он здесь будет складываться он должен так сказать он должен будет позволять общаться между собой разным людям которые до этого не были сильно сообщены и собственно говоря ну как бы формат сообщительности складывания собственно возникают первые устойчивые связи решается вопрос доверия первая волна это знаете мы когда так сказать ну мы собрались конечно но мы же там сейчас и разбежаться можем так же а если мы понимаем что да это устойчивая связь то вопрос доверия первый возникает второй должен быть решен почему мы можем друг другу доверять как мы можем как это любит ли слонопотам пятачков и если да то как именно он их любит третье здесь складывается ядрой шлейф на этом этапе то самое про которое мы говорили что есть актив который тащит есть коммуникационный и так сказать шлейф который чем дальше от ядра тем больше и больше теряет связанность и осмысленность осмысленность в смысле предмета так сказать нашего интереса это точно совершенно никакая не обвиняющая или там не морализующая это самое просто так сказать наверняка есть куча других смыслов просто нет тех про которые это сообщество и собственно проектирование события если на этом этапе еще никто не начал проектировать события то что-то уже идет не так а собственно как мы можем и миру о себе заявить и сами и собрать таких же, как мы, чумачечих, и так далее. Бурный рост. Здесь происходит формирование команд. То есть структур достижения. Людей, которые, да, увидели, что они могут вместе достичь. В рамках этого сообщества, но не обязательно в его пределах. Второе. Процедура входа станет проблемным вопросом. Как мы поймем, что он с нами, как мы поймем, что он не с нами, как мы, так сказать, можем с одной стороны помочь новичкам, с другой стороны удержать, так сказать, нас от неконтролируемого вала, кого попало. Третье. Турбулентность. Так как сообщество уже начнет жить своей жизнью, то даже основатели и деятели перестанут контролировать происходящее. И начнется очень много для них неожиданных вещей. Как в хорошем смысле, когда сообщество начинает, так сказать, вдруг выдавать неожиданные синергии, так и в неожиданном для них. Да, неожиданной синергии. Или, я не помню, как называется в системке, это самая обратная синергия. Есть какой-то еще процесс, когда система, собравшись, дает отрицательный результат. И работать с конфликтами. Так как оформятся команды, позиции, позиционочка, ох, пойдет. Тепленькая просто начнет хлестать. И люди начнут быстро приходить, бурный рост, и быстро уходить. И очень часто вымывать будет как раз-таки кальций из костей. И инерция. Главные вопросы решены. Вернее, кстати, правильно было бы написать сняты, а не решены. Они не обязательно решены. Но точно остроту потерял. То есть дети все еще голодают, но у нас это уже... Не, а у нас уже пять фестивалей, краудсорсинг капает, эндаумент фонд подали недавно. И как бы что? Что мы еще можем? Что мне? Умереть? И так далее. Ну то есть вопрос так или иначе, острота вопроса затерлась. Не значит, кстати, что проблема решена. Но для нас, для ядра, по крайней мере, сообщества точно она, ну как бы... Ну, потому что сколько можно переживать за туристов в Конго? Ну, не в силах человеческих. Ветераны и новички. Появляется разделение не только по позициям, а уже, собственно говоря, и статус начинает. А ты с какого года? А ты Васю Беленького помнишь? А он тебя? А если я спрошу? Ну и вот и так далее. И все эти, так сказать, штуки. Да, усталость команды. То есть те, кто, собственно говоря, тащит, те команды, которые сформировались, они сильно перегреты. Им уже вот это все как бы станки, станки, станки. Хотя и дело хорошее вроде, и все. И вроде все то же самое, но ты уже не можешь смотреть на это без внутреннего содрогания. И, собственно говоря, команды, которые здесь сформировались, тут выходят под парусами, флотилиями просто в большую деятельность. Кто-то в бизнес, кто-то в искусство, кто-то в науку. У нас был фестиваль ролевой в ноябре, и параллельно с ним была конференция, тоже там важная, про иммерсивный театр. И вот я там разрывался между родным фестивалем и этой самой конференцией. Вот я прибегаю на конференцию, вижу там трех человек, не соврать, трех из родного сообщества, которые говорят, сори, на Зеланкон не попадаем, тут очень плотненько. Для меня это что значит? Да, это выход в деятельность. Поскольку исследовательская деятельность и конференция, хотя они там сожалеют, там звонят друзьям и так далее, но как бы, тоже опять поймите правильно, не морализаторство, просто факт. Вышли в деятельность, и деятельность нас крутит по своим колесам. И в редких случаях, ну вернее, так сказать, в частых случаях, вот эта инерция будет пока в обществе есть доп. ресурс, который не жалко на влосатых. И пока здесь, так сказать, не все ядро еще окончательно развалилось от ветхости. И пойдет деление, то есть будут выделяться новые, более мелкие, более мелкие, потому что здесь уже некие махины людей, причем здесь это не абсолютно, естественно, относительные цифры, здесь нельзя сказать, что 10 тысяч уже большой совпистили. Пять орехов это куча или не куча? Как попугай спрашивал у Остера. Пойдет деление, то есть новый вызов, молодая шпана, которая всех сотрет с лица земли, которая, то есть скажет, знаете, старые вот эти, пусть они делают свои фестивали, все, нет, мы знаем, где жизнь. И, собственно говоря, на стадии деления уже начинаются мемориалы и музеи. То есть в сообществе есть какие-то настолько ставшие формы, которые не меняются десятилетиями, годами. И это мемориал, музей, мы туда молодых сводим, покажем, смотрите, как было оно все в героическую эпоху. А сейчас пойдемте туда, где жизнь кипит. И, собственно говоря, инструменты или способы, на самом деле до инструментов это, конечно же, слишком наглое название, способы на каждом этапе, чего нельзя не делать. На стадии складывания, если публикация интереса не обсуждена, не проведена, не совершена, то вы остались, как это, 3F, да, friends, family, fools. Ну, то есть очень ближний круг, и, ну, как бы, слово не пошло, не пришли люди, которые могли прийти. И та самая площадка коммуникаций, точно тоже не про СММ, не про Фейсбуки, не про там то-се. Где и про что? Мы сообщаемся. На втором этапе, если мы еще не проектируем, если не начали проектировать события, то можно, в принципе, уже и не начинать, чтобы, так сказать, не расстраиваться. Но вот на втором, как бы на стадии складывания возникает вопрос вот этого пика. У нас будет вообще пиковый момент нашей сборки? Или мы плавно рассосемся в коммуникационном, так сказать, экстазе. На третьем этапе инструменты лежат организационные, связанные с работой команд, с организацией, распределением ролей, принятие решений. Внутри команд принятие решений вполне себе становится формализованным. Но надо понимать, что команда — это один из режимов людей, которые тоже в сообществе. И эта двойственность все время разделяет. Вот я сейчас как бы говорю вроде бы как человек сообщества, но вообще это у меня же дело есть. У меня же там братаны, мы же с ними там ваяем нечто. И это тоже точка большого напряжения. И процедура входа формализованная. Тут уже там здесь начинают оформляться клубы, ассоциации, все, что хотите. Но придется. И на крайней фазе инерции очень важна платформа принятия решений. Поскольку, во-первых, связность сильно снижается. И из единого шлейфа, и ядра и шлейфа, там на самом деле какая-то другая совершенно топология, такая очень раз местами с большими прорехами. И в этом смысле платформа сообщительности и платформа совместного принятия решений. Поскольку если у нас нет вещей, про которые я могу что-то решить или вложиться в принятие решения, я перестану себя чувствовать частью большого. Если я понимаю, что вот бугры, сейчас там старики порешают, то ну и что? Мой драйвер тоже быстро заскучает на этом месте. Скажет, ну пусть старики решают, а я пойду где-нибудь, где я что-нибудь порешаю. А? Ну могу, где я буду что-то решать. Решаешь. Да, да, да. А потом как знать. А. И следующий шаг, следующий в смысле по взлету позиций. Сначала люди, которые находясь в сообществе безотрывно от него делают нечто по поводу сообщества, потом люди, которые не находясь в сообществе совершают действия, предметом которых является сообщество. И следующий вопрос, это тот самый, да, спасибо большое про вот эту человечка с вопросиком, держатель другого сообщества. И сеть сообществ требует формулирования надинтереса. То есть, такого интереса, который в нашей картине мира также важен, но в который я могу вложить себя как как сообщество. Поскольку без вот этого надинтереса мы можем только в частном порядке обмениваться автобусами. И вот, собственно, формирование этого надинтереса, работы с ним очень важный и интересный вопрос. Какое счастье, что обсуждаем мы его не сегодня. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok